Здравствуйте! На Первом Городском начинается вечерняя телепередача Вятка Тудей. В студии ее ведущий Александр Сорокин смотрите в сегодняшнем пятничном выпуске. Не могу радость держать. Пожалуйста, анонс. Звуки города в рубрике «Наболело». Ее закатило примерно по коленам. Оксана и динозаврии ясельки. Только-только пытается, пытается, и вот этот вот тоже клювиком пытается разломать. А также учим новое слово с рубрикой «Уроки Вятского». Сегодня мы изучим новое вятское слово – «жамкаться». И советуем вам, как провести эти выходные. Будет горячо, лучше идти без мужа. Начинаем программу, как обычно, с плохого. Мы же приятные душевные новости. Рубрика «Наболело». Сегодня расскажем вам историю о плачущем доме. Ее закатило примерно по коленам. Уже не первый день, по словам жильцов дома номер 47, Домя по улице Махлина в подвале днем и ночью бежит вода. А вот эта труба, она бежит уже не первый год, как бы сказать. Мы их вызываем, они что-то там поделают. И, как бы сказать, ее опять прорывают. Жильцы не раз обращались в управляющую компанию Ленинского района. Но все безрезультатно. Они никак не реагируют, нас ссылают то в аварийную службу, то в ККС. А мы звоним, они говорят, звоните в управляющую свою компанию. Звонили директору этой управляющей компании, он говорит, я и делов не знаю. Я отключил трубку. Поэтому мужчина надеется достучаться до своей управляющей компании через экран и очень просит. Обязанности надо выполнять, как бы сказать, своевременно и, как бы сказать, это самое качественное. Надеемся, что управляющая компания и ККС все-таки разберутся между собой и как можно скорее починят эту трубу. Оксана Стяшкина, специально для программы «Виатка Тудэй». Мы знаем, что нашу программу смотрят иногородние жители и не всегда понимают, о чем говорят кировчане в наших сюжетах. «Баско», «Буди», «Чоли», «Тамака». В общем, сложно наш язык. Специально для вас, уважаемые гости Кирова, рубрика «Уроки Вятского». Сегодня учим новое слово. Балакнотики приготовьте. Здравствуйте! Дежурные хорошо помыли доску. Теперь присядьте. Сегодня мы изучим новое вятское слово. «Жамкаться». «Жамкаться». Крепко и страстно обниматься. Если парень пригласил на чай, готовься жамкаться. А теперь изучим примеры употребления слова «жамкаться». Эй, вы че там? А дик ли у всех на глазах жамкаться? Иди сюда, внучок, пожамкаю. Бабушка! Оксан, ну нехорошо. Тебе уж 25, а ты не жамканая ходишь. Сегодня мы изучили новое вятское слово «жамкаться». Теперь вы знаете, чем заняться на выходных. До скорых встреч! Продолжаем программу мимимишностью от Оксаны Стяжкиной. Оксана славится сюжетами про маленьких щенят, про маленьких котят. А сегодня сюжет про маленьких динозаврят. Прежде чем стать динозавру таким гигантом, как Кеша, они сначала появляются на свет вот такими крошечками. О том, как появляются динозаврики, сегодня мы вам и расскажем. Начнем обо всем по порядку. Вот это настоящие кладки яиц динозавров. И им примерно, только вдумайтесь, 70 миллионов лет. Вот из этих яиц появились динозавры разных пород. Здесь вы можете видеть кладку утконосого динозавра, гадрозавра. У них нос был похож на клюв утки, их называют утконосы. Такие вытянутые кладки, они были свойственны рогатым динозаврам. Ну вот это сразу можно понять, вот как будто рожки. А вот эти, это уже тоже утконосые динозавры, но поменьше. На следующей витрине можно наблюдать, как живут динозавры, пока находятся внутри яйца. Вот смотрите, здесь они так вот скушились крючком таким. Тем не менее, вот этот аллозавр, например, он вполне спокойно лежит, вытянувшись. Мне кажется, аллозавру всех удобнее вспотелить. Да, аллозавру было всего всех удобнее. А вот этот бедный изогнулся. Ну да, ждет момента, когда он в конце концов уже этот домик покинет. После того, как динозавр посидел три недели на яйцах, происходит процесс появления маленьких динозавриков на свет. Как раз манюньки такие вот вырубляются, лапочки. Ну такая лапочка примерно где-то за года три-четыре вырастет размером с полугрузовик. А вот если бы вот таких размеров, да, мы их увидели, мы могли бы их потрогать, погладить? Да, конечно, но тем не менее, это могло быть опасно, потому что мамочка, она всегда находилась рядом. Вот этот вот, смотрите, только-только, да, вот он пытается? Да, вот он только-только пытается, пытается, и вот этот вот тоже клювиком пытается разломать. Посмотреть на совсем еще крошечных, не вылупившихся динозавриков и поумиляться можно в Вятском палеонтологическом музее. Оксана Стяшкина, специально для программы «Вятка.ТУДАИ». Ну, слава богу, закончилась тяжеленная рабочая неделя. Я вижу по вашим глазам через камеру, через провода вот эти все, через телевизионные антенны и ваш телевизор, что вы устали. Пришло время отдохнуть, рубрика «Вебор-редакция» расскажет, как провести выходные. Итак, чем заняться на этих выходных, расскажем вам в рубрике «Вебор-редакция». Вы готовьтесь, будет интересно. Ох! Дамы, красотулечки, симпампулечки, голубушки вы наши Если вам мало подарков на этой неделе, то вот, пожалуйста, еще один В Вятской филармонии концерт дамских угодников Будут радовать ваши уши, глаза и заполнить всю память в телефоне Будет горячо, лучше идти без мужа Мы долго этого ждали, и вот, наконец, дождались 11 марта в ДК Родина Александр Буйнов И как бы вот Софишин нам говорит, нам с тобою по пути Ох, обожаю все его песни Вот, хотя бы эту Анонсировать следующее мероприятие Просто так я не могу Валерия Прогресса, выставка Абстрактный Реализм Это была рубрика выбор редакции Мы советуем, вы отдыхаете, фоточки присылайте, будем радоваться за вас Ведь вы нам как родные Че, поцелуемся? Да? Давайте, скорее сюда На сегодня это все Если у вас есть интересная информация про наш город Присылайте все сюда, наша почта, наш телефон Звоните, рассказывайте Но только не поздно ночью и не рано утром В общем, днем После обеда Я желаю вам хороших выходных Это была Авиатка Тодей В студии был Александр Сорокин До свидания, пока-пока Будьте аккуратны Очень скользко на улице Лучше ползком Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!